Глава пятая. Я заперлась, закрыла окна и задернула шторы, но, вспомнив некоторые фильмы ужасов, решила, что этого будет мало, и подперла входную дверь тумбочкой. Пиночет с интересом наблюдал за мной, развалившись на диване и помахивал хвостиком. «Чего смотришь? Страшно же!» Мой голос прозвучал как-то странно в тишине дома, и я триста раз пожалела, что меня принесло в эту проклятую деревню. Решив последовать совету Феклы и лечь спать, я забралась под одеяло и засунула туда же недовольного Пиночета, прижав его к себе. Он несколько раз дернулся, но, поняв бесполезность своих жалких попыток, расслабился и замурчал. Под это тихое мурчание я и заснула, уткнувшись носом в его пахучий затылок. Проснулась я от страшного грохота, который, казалось, прозвучал прямо над моей головой и испуганно вскочила. Пиночет зашипел и сиганул на штору, вздыбившись, как колючий черный клубок. «Это гроза!» Меня все еще потряхивало, но волна облегчения все же пронеслась по моему телу, и я расслабилась. Как же я испугалась! Откинувшись на подушку, я закрыла глаза и вдруг услышала странное шуршание, доносящееся из кухни. «Что это?» Пиночет уже сидел рядом и настороженно смотрел на дверь, пугая меня еще больше. «Может, мышь?» Я откинула одеяло и, опустив ноги на теплый пол, осторожно пошла на кухню, решив во что бы то ни стало разобраться, что же там происходит. Гроза урчала, как голодный медведь, и порывы ветра швыряли в окна, пока еще одинокие капли дождя, будто бусины. Я переступила порог кухни и протянула руку к выключателю, когда вдруг в сполохе молний увидела Фросю. Она стояла возле стола в своем нелепом платье и жрала пирожки, которые дала мне Люба, размазывая по лицу губную помаду. «Верни, что тебе не принадлежит!» зашипела она, и из ее рта посыпались крошки. «Верни, гадина!» Я заорала так, что казалось, будто мои голосовые связки сейчас лопнут, а мозг взорвется от напряжения. Фрося оставила блюдо с ножками и направилась ко мне, распространяя по кухне запах сырой земли. Зажмурившись от яркого света, я почувствовала, как болит голова. «Что такое?» Лицо Фрося всплыло у меня в памяти, и я дернулась, пытаясь оглядеться. «Не дергайся так резко!» От мужского голоса я дернулась еще сильнее, но чьи-то руки прижали меня к дивану, на котором я лежала. «Это ты? Что ты здесь делаешь?» надо мной навис Тимур, вглядываясь в мои глаза. «Ты головой ударилась. Не тошнит?» «Что ты здесь делаешь?» — снова спросила я, сбрасывая его руки и придвигаясь ближе к стене. «Я стоял на улице, когда ты начала орать, как сумасшедшая». Тимур окинул меня раздраженным и надменным взглядом. «Я кинулся к тебе на помощь, а ты, видно, очень благодарна». «Дверь была заперта», — подозрительно сказала я, следя за каждым его движением. «Я залез в окно», — спокойно ответил он. «Я закрывала окна». На веранде оно было настиж распахнуто. Я начала вспоминать, и мне показалось, что я действительно забыла о веранде. «Послушай, я не знаю, что ты здесь делала, но когда я оказался в доме, то увидел тебя лежащей на полу с огромной шишкой на затылке. Я, конечно, не напрашиваюсь на комплимент, но спасибо хоть можно сказать». Тимур встал и презрительно посмотрел на меня. «Хотя, что от тебя можно ожидать? А на голову лед приложи». Он направился к входной двери, а я побежала за ним. «Спасибо». Он повернулся ко мне и дернул плечом, словно отгоняя назойливую муху. Потом, удивленно окинув взглядом тумбочку, подпирающую дверь. Он отставил ее в сторону и вышел в дождь. «Ну и что это было?» — спросила я у Пиночета, будто он мог ответить мне на этот вопрос. Котенок лениво посмотрел на меня и принялся умываться. Странно было то, что я не помнила, как упала. Лишь перекошенное лицо Фроси все еще стояло перед моими глазами. Я вдруг вспомнила, что сказала мне Фекла перед тем, как уйти. «Ничего не бери, не ешь, не пей ихнего». Метнувшись на кухню, я схватила блюда с пирожками и, распахнув окно, выкинула их на улицу от греха подальше. «Хватит! Я не буду ждать, пока меня эти ведьмы своим колдовством изведут. Ведь есть же какие-то способы, чтобы защитить себя. Должны быть!» Я решительно вернулась в комнату и достала ноутбук, который спрятала подальше. Чтобы не портить свое деревенское времяпрепровождение такими благами цивилизации, как интернет. Воткнув модем в разъем, я принялась искать то, что меня так интересовало. Нужное я нашла сразу. Как защититься от колдунов и ведьм, которые могут влиять на вас на расстоянии? Вам потребуется гвоздь, который вы должны будете приносить с собой в церковь на три службы. Затем этот гвоздь нужно вбить в своем доме в перекладину рамы над входной дверью и прочитать такие слова. «Вколачиваю замок, забиваю засов, прибиваю тяжелый закреп. От помыслов и действий лихих, темного колдуна, темной колдуньи. Убойся, нечисть, отойди от меня, рабы Божьей, имя. Волею своею, с помощью Божией имею силу изгонять тебя». Гвоздь оставила, три круга защиты поставила. Выходите во двор и обходите жилище три раза по часовой стрелке после каждого обхода, говоря «Первый сам Господь, второй Сын Божий, третий Дух Святой». Затем снова возвращаетесь в дом, прикасаетесь к забитому гвоздю и произносите «Как тонкими пальцами не сломать стали, так и не пройти ко мне заклятием черным, заговором бесовским, дурной силе ведьминой. Как крепко гвоздь сидит, так крепко слова мои вбиты сказаны. Не перебить, не отмолить, не вычитать. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь». Ну что же, попробуем. Найти гвоздь проблемы не составило, и я заснула со спокойной душой, решив отправиться поутру в церковь и простоять там до конца службы. Я оставила горящий настольную лампу и, укутавшись поглубже в одеяло, быстро уснула, несмотря на пережитый страх. Утро ворвалось в окошко солнечными лучами и пением птичек. Тучи ушли, и о ночной грозе напоминали лишь капли в чашечках цветов. Я посмотрела на часы. Десять минут седьмого. Умывшись прохладной водой, я надела неброское платье и взяла с собой тонкий шелковый шарф, чтобы покрыть голову. Гвоздь я засунула в карман и, поцеловав пиночета, отправилась в церковь. Закрыв за собой на крючок калитку, я шагнула на тропинку, ведущую к дороге, и услышала голос Любы. «Что так рано?» Не считая нужным скрывать свой поход в храм, я поздоровалась и ответила. «В церковь, на службу». «Да неужели?» Она всплеснула руками, деланно изумившись. «Это после вчерашней ночи-то?» Меня словно жаром обдала. «Вы о чем?» «Да о том, что сынок мой у тебя был, да?» Люби на лицо стало злым, даже неискренняя улыбка пропала. «Не лезь к нему! Не про твою честь он, поняла?» Люба взялась за ручку двери и добавила. «А не угомонишься? Пожалеешь!» Моему удивлению не было предела. Я просто стояла и смотрела на закрытую дверь, за которой скрылась Люба, хлопнув ею так, что, казалось, даже дом вздрогнул. Значит, появление в моем доме мертвой Фроси было вполне нормальной вещью, а вот сын кукушки не про мою честь. Меня прямо зло разобрало. «Ну, ведьма!» Еще и пугать меня вздумала. Я шла по дороге, пылая праведным гневом, но даже сквозь обуревавшие меня эмоции я понимала, что все это довольно небезопасно. Я уже несколько раз перешла им дорогу, и как они надумают мне отомстить, даже думать не хотелось. Возле церкви было пустынно. Лишь две черные старухи сидели с протянутыми ладошками, больше похожие на засохшие мумии, чем на людей. Странно, неужели никто в этой деревне не ходит на службу? Глава шестая. Я прошла мимо застывших старух и распахнула двери храма, сразу же ощутив печальный запах, наполняющий все церкви. Служба уже шла, и я, незаметно проскользнув внутрь, спряталась за спинами нескольких женщин в темных платках. Значит, все-таки кое-кто, но приходит в храм. Скользнув взглядом по статному и серьезному Афанасию Ивановичу, я вдруг заметила мужскую фигуру, стоявшую на коленях у алтаря. Красивая спина, слегка опущенные большие плечи. — Руслан! Как же такое возможно? Он же сын кукушки и, судя по словам Феклы, какого-то демонического существа. Но Руслан молился. Я видела это по шевелящимся полным губам и залюбовалась его красивым профилем. Что же тут происходит? Служба закончилась, и, опустив голову, прикрытую платком, я наблюдала за Русланом. Батюшка что-то сказал ему, и тот, кивнув, пошел по проходу. На выходе Руслана осветило солнце, и его лицо на секунду исказило гримаса боли, словно ему в спину вогнали нож. Я медленно пошла за ним и присела на лавочку возле церкви, глядя, как он расхаживает за оградой, будто ожидая кого-то. Через несколько минут из церкви вышел Афанасий Иванович, и они стали о чем-то тихо разговаривать. Приблизившись к ограде, я спряталась за кирпичную опору, внимательно прислушиваясь к их беседе. — Нет ничего невозможного, — взволнованно поговорил батюшка. — Но насиловать себя не нужно. В обитель Божью идут по зову души. А для того, чтобы от борьбы с собой спрятаться, понимаешь? — Понимаю. Глубокий голос Руслана привел меня в трепет. — Но и зла делать никому не хочу. Сам знаешь, что они мне покоя не дадут и все равно на свое повернут. Нутро у меня гнилое, уже с рождения испорченное. — Не тебе решать за нутро твое, а Богу. Твое дело — борьба. Как победишь беса в себе, тебе и монастырь не нужен будет. Но если не передумаешь, напишу настоятелю. Пусть примет тебя к себе по моей великой просьбе. Не передумаю. Я услышала удаляющиеся шаги и тяжелый вздох попа. Вот тебе раз. Домой я шла вся в раздумьях. Значит, Руслан хочет уйти в монастырь, чтобы зла людям не делать и не заниматься тем, что практикуют его мать и остальные ведьмы. Похвальное решение. Но мне было немного жаль, что такой экземпляр будет спрятан за суровыми монастырскими стенами. А как же Тимур? По его виду нельзя сказать, что он тяготеет к Богу, а как раз наоборот. Моя улица была крайняя, и я завернула в проулок, чтобы срезать путь, но, сделав пару шагов, остановилась. На тропинке сидела огромная жаба с выпученными глазами и таращилась на меня. Вид у нее был довольно неприятный, а подернутый мутной пленкой взгляд казался мертвым. — Ква! — протянула она и прыгнула ко мне, шлепаясь своим скользким толстым телом о траву. Прыгнула не куда-нибудь в кусты, а именно на меня. — Пошла прочь! — я топнула на нее ногой, но мерзкая тварь не только не испугалась, а, надувшись, сиганула прямо мне на ногу. Я завизжала и отфутболила ее куда-то в заросли, с отвращением разглядывая слизь, которую она после себя оставила. — Фу! — я вытащила носовой платок и стерла следы жабы со своей кожи. — Вот же дрянь какая! К вечеру на ноге вспухвал дырь. До того красный и болючий, что я даже ходить не могла. Неужели жаба была ядовитая? Но здравый смысл подсказывал, что вряд ли в наших местах водятся такие особи? Не джунгли чай? Да и странная она была какая-то. Стоп! А не приложила ли к этому руку Люба? То же самое мне сказала и Фекла, явившаяся ко мне с пучком щевеля. — На, борщ сваришь! Она увидела мою ногу и всплеснула руками. — А это откуда? Я рассказала ей о жабе, и старушка сразу же сделала вывод. — Любка тешится. Теперь будет ерундой маяться, зараза. Но ничего, пошли со мной. Сейчас мы это исправим. Она схватила меня за руку и потащила за собой, не обращая внимания на мои стоны. Мы спустились вниз к речке, перешли через мостик и оказались в том леске, где до этого колдовали кукушки. — Хватит ныть! — шикнула на меня Фекла и приказала, ткнув пальцем на одинокую сухую осину. — Наломай веток! Я, превозмогая боль, наломала сушняка и протянула ей, но она махнула рукой на пятачок земли без травы. Сложи ветки крест-накрест и подожги их с четырех сторон. Я взяла у нее спички, подобрала кусок старой газеты и сделала, как она велела. Огонь разгорелся, пошел дым, и Фекла сказала. — Смотри на него и повторяй за мной девять раз. Я, Божия раба Валентина, встану, встряхнусь, к дыму серому обращусь. Будь ты мне дым, хоть сватом, хоть братом, хоть отцом. Окрути меня дым своим дымным кольцом. Возьми дым с моего тела бело всякое колдовское дело. Пойди, дым, и найди того, кто виновник горя моего. Скинь дым на него мою сухоту, одень его в мою маяту. Мою порчу, поруху, вложи виновнику в брюхо. Слово иди в слово, дело иди в дело, чтобы во мне. Век по веку ничего не болело. Дым, дымович, ветер, ветерович, с меня порчу сними, а виновному отнеси. Во имя отца и сына и святаго духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. С каждым разом дым становился гуще, а боль все тише, пока, наконец, не исчезла совсем. — Пятно сошло! — изумленно воскликнула я, разглядывая свою ногу. — Это невероятно! — То ли еще будет! — прищурилась Фекла и затоптала остатки костра. — Теперь иди домой и никого не пускай, поняла? — Ага. — Поняла? Да поняла! Все, иди, а я огородами. Заперев дверь, я быстро сделала себе три бутерброда и большущую кружку кофе с молоком. Не включая свет, я умостилась на диване и принялась ждать непонятно чего. Пиночет тоже развалился рядом с блюдом, на котором лежали бутерброды, и принялся их гипнотизировать. Когда по углам затаились вечерние тени, в дверь постучали. Я притаилась и с гулко бьющимся сердцем прижала к себе пиночета. — Валя, ты дома? — Люба, значит, все-таки она виновница всей этой непонятной болезни. Ну, стучи, стучи. — Валя, я извиниться хотела за утренний разговор. — О, как! Сомневаюсь. Она еще несколько раз настойчиво постучала в дверь, а потом я услышала осторожные шаги под окнами. — Валя, я пока по-хорошему прошу! — раздалось злое шипение возле окна, которое было ближе ко мне, и я упала на подушку, зажмурив глаза. — Открывай, зараза! — Зайди домой, мать! — твердый голос Тимура прервал это шипение. — Тимочка, ну ты же знаешь! — Знаю. Домой! — Люба тоненько завыла и, проклиная меня, отошла от окна. Слава богу! Я допила остывший кофе и, накрывшись с головой, заснула, обуреваемая ужасными мыслями. — Валя! Валя! — знакомый голос звал меня из темноты, и я испуганно смотрела на открытую дверь, за которой пульсировал мрак. — Кто ты? — прошептала я, понимая, что не хочу знать имя человека, скрывающегося за этой чернотой. — Ты должна прийти ко мне, слышишь? Теперь твое место рядом со мной, Валя. — Кто ты? — мой шепот сорвался на крик. — Уже скоро! Совсем скоро! Валя! — я вскрикнула и проснулась, ощущая дорожки холодного пота между лопатками. Часы показывали двадцать минут седьмого. Пора в церковь. Я умылась, все еще находясь под впечатлением от ночного кошмара, и надела вчерашнее платье, в кармане которого лежал гвоздь. Сдаваться я не собиралась и решительно вышла из дома, заперев его на ключ и навесив подвесной замок. — Пошла поклоны бить! — злой голос заставил меня обернуться. На крыльце своего дома стояла Люба, и я с удивлением заметила огромное красное пятно на ее лице. — Здравствуйте! — поздоровалась я и пошла, не оглядываясь по пыльной дороге. — Думаешь, Бог тебя твой спасет? Не надейся, воровка проклятая! Возле церкви сидели все те же старухи, и я в этот раз положила в их протянутые ладони немного денег. — Благослови тебя, Господь, дочка! — прошамкала одна из старух и посмотрела на меня блеклыми печальными глазами. Я вошла в церковь и сразу же посмотрела на алтарь. Руслан уже молился, склонив красивую голову. Мышцы на его спине были напряжены и слегка подрагивали, будто он совсем недавно тяжело трудился. Что говорить, он меня привлекал. Служба закончилась, я даже не заметила, сколько прошло времени, наблюдая за Русланом. Когда он поднялся, я снова попыталась спрятаться за спины стоявших впереди, но меня увидел Афанасий Иванович и громогласным голосом обнаружил мое присутствие. — Валентина! — я тяжело вздохнула и улыбнулась ему. — Здравствуйте, Афанасий Иванович! — Хорошо, что ты на службу решила прийти. Правильно. Как здоровье твое? — Мы двинулись к выходу, и я заметила удивленный взгляд Руслана, который ставил свечку и теперь шел нам навстречу от иконы Николая Угодника. — Не жалуюсь, спасибо за заботу. И тут я почувствовала себя плохо. Как только мы с Афанасием Ивановичем повернулись спинами к иконам, а в распахнутые двери ворвалось солнце, ослепляя меня, я ощутила такую жуткую боль между лопатками, что непроизвольно охнула и присела. Сильные руки подняли меня и почти вынесли из церкви, на пороге которой я и увидела, что это Руслан. Афанасий Иванович семенил следом. — Что случилось, Валентина? Вам нехорошо? — Все в порядке, — успокоила я его и зачем-то соврала. Голова закружилась, но уже все в порядке. На улице я почувствовала себя лучше, и острая боль отпустила так же внезапно, как и началась. Неужели это снова проделки Любы? Скорее всего. — Руслан, проводи Валентину до дома, — сказал Афанасий Иванович, и сердечно попрощался со мной, отправившись с сердитым лицом к звонарю, который неловко топтался возле церкви. — Уже лучше? — спросил молодой человек, глядя на меня изучающим взглядом. Я кивнула. — А теперь скажи мне правду, что произошло. Посмотрев в его зеленые глаза, я утонула в них, как в омуте, и прошептала. Заболела в спине, но уже все прошло. — Значит, кукушки были правы. Фрося отдала свою силу тебе. — А при чем тут это? Я была настолько поглощена им, что не хотела говорить ни о чем вообще, не то что о ведьмах. — Знаешь, как распознать ведьму? — вдруг спросил он. — Нет, но... — начала было я, но он перебил меня. — Ведьма из церкви выходит задом наперед. Иконы жгут ей спину своими святыми ликами, Валя. Я вспомнила его искаженное болью лицо, когда он выходил из храма, и поняла, что он специально делал это, принимая мучения. — Я не понимаю, о чем ты говоришь. Мне казалось, что если я признаюсь в этом, то случится что-то плохое, еще хуже, чем происходящее сейчас. Извини, мне пора. — Через тринадцать дней сила овладеет тобой полностью, не обращая внимания на мои слова, произнес Руслан. — Отдай ее обратно. Тебе не справиться с ней. Это опасно. Продолжение следует...